красивый место правда банджур спустя 800 километров я таки нашел место спокойное местечко даже вроде симпатичная где не ездят машины нет постоянно жующих автомобильных соседей то есть я здесь один и слеп не я и слеп не в общем история вкратце еду в крым там моя жена дети собака осталось у тещи кошка дома ее будет кормить мама сначала еду в ростов-на-дону там ночую затем оттуда уже еду в крым получается мне два дня дороги может в принципе все умудриться заехать доехать за один день часов за 19 20 но это надо себя как бы не жалеть а я себя жалею зачем мне убиваться когда можно не убиваться в общем еду аккуратно не спеша с потоком 129 км 109 129 149 в общем не нарушаем все по закону все как положено не суть в чем интерес сего путешествия для вас я еду на машине вот на этой обычный легковой автомобиль автомобиль киа рио буду показывать потом все почитаю расход на бензин на еду на жилье сколько по времени сколько в километраже в общем все цифры которые могу записать все записываю и потом вам озвучу и будет самому интересно все это вместе с вами посмотреть в общем я приехал оттуда получается сейчас едем туда до ростова мне осталось где-то 200 километров сейчас я заправился как раз полный бак едем 200 километров я там поселяюсь в номере он уже забронирован в номере опишу так сказать сниму сам номер впечатление ощущение все это сниму вам расскажу покажу слепни вот ну я поехал удачи мне первая заправка заправился второй раз третья заправка по счету проехал очередную заправку заправился очередная заправочка вот они любимые пробочки только я наладился в ростов домчать как глянь в навигатор а час уже прибавился я на первом привале раньше помнится были такие заезды какие-то проселочные дороги деревушки или что-то там не знаю утро заезжали и там как-то спокойненько отдыхать сейчас такого я пока не видел есть только зоны отдыха вот люди он там сидят на скамеечках с пейзажами ну ладно наслаждайтесь пейзажами красотой я пошел ванку дашь его до бесконечности в общем как видно я уже в отеле лежу себе отдыхаю в животике меня урчит сейчас думаю пойти на променад до макдональдса немножечко покушать потом вернуться в номер помыться и на боковую вот такой план на сегодня пойду уж 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 больно хочется вот номер покажу вам и пойду вот мы вошли коридорчик вешалки шкафчики санузел душ сняла в общем то на пол комнаты кровать тумбочки холодильники телевизор и я все вот весь номер стоимость за сутки 1543 рубля наверное нормальная цена бывает дороже бывает нам еще и дешевле какие-нибудь мега клоповники здесь так все все вежливые все культурно чисто вручили мне тапочки ладно пойду покушаю потом буду на связь так я вернулся я покушал очень хорошо бодр сил теперь железобетонно это из плюсов из минусов сейчас мылся и заметил вот что здесь вода не сходит сколько здесь человек моется вот стоишь по муклышку в чьей-то воде неприятно и мыло здесь нету здесь не докажешь можно сказать что я все использовал это ладно допустим благо есть всякие шампуни гели но положить их некуда отсутствует полочка душ брыжет куда угодно только не на меня здесь все подтекает все льется мыло жалко нету а это вода вон как стоит так стоит стоишь как гусь водится топчешься приходит от них смс к яндекс уведомления оставьте отзыв вот это видео ссылочку я оставлю как отзыв будут просмотры и комментарии так у меня есть телевизор а еще минус есть вай фай но он даже youtube видео не тянет это печально в общем я ложусь спать пока не хочу буду смотреть этот телевизор сначала подумал samsung star wind star wind звездный ветер ладно хотел сейчас выложить все подсчеты за сегодняшний день но что-то не хочется считать я все посчитаю у меня все записано все ходы записаны все все до рубля потом все выложу как есть в общем у вас наверно через мгновение через мгновение начнется следующий день а я ложусь чао пять двадцать утра стою душ и еду сейчас проложил маршрут пока не будет 10 часов ехать проверим все все собрал все взял пойду карточку сдавать все выезжаю на ресепшен никого не было карточку так положил на полочку наверно не обидится ничего страшного вон балкончик это есть мой отель десятый поеду дальше ни за что не отгадаете куда я приехал видно отсюда название анатолий осенний прекрасно так а а а а а итак что мы имеем на второй день нашей поездки сейчас 7 30 утра ростов-на-дону погода великолепная проложил свой маршрут то есть из ростова-на-дону в село штормовой крым час назад мне показывала 10 часов езды а сейчас уже показывает 10 часов 45 минут значит чем дальше тем пробочки будут нарастать и так далее то есть показывать что я должен приехать 6 часов 17 минут ехать 770 километров ну думаю заправки отдохнуть ножки размять часиком к восьми лучшем случае я буду рассчитывать так так ну в общем то я поел я готов кофе у меня с собой водичка с собой поехали дальше важнейшая часть дороги это собственно оплата этой дороги вот я въезжаю вот в такие ворота пик открылся шлагбаум я поехал 126 рублей с меня списали вот у меня висит вот такая коробочка эта коробочка это транспондер это слово мне сейчас тяжело дается раньше нормально транспондер и транспондер а сейчас со всякими новшествами в мире это слово транс как-то уже по-другому звучит в общем вот этот транс который у меня на стекле я туда закинул денежку и не надо каждый раз на кассе тетеньке давать денежку или дяденьке я просто проезжаю не трачу свое время и не шлюстю лишний раз бумажками и карточки не достаю очень удобно отдал за него 1800 так-то стоит 1500 но видите там одуванчик нарисован вот за этот одуванчик я отдал 300 рублей вот я поехал 0 4 дороги начались какие-то лучших древенских традициях не похоже что сюда в буханы миллионы хотя мы жали в буханы не сюда конечно не хорошо прям не хорошо хотя вот трудяги на жаре работают делают но делать пока ту сторону да это видимо еще руки не дошли но зато вокруг красиво подсолнухи здесь 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 подсолнухи смотрят туда к солнышку а если они отвернулись красота сложен сказать камера передает или нет там видно прям вот эта туча и вот стена дождя там пускается с нее о чувак подтверждает вот его расколбасила так что возможен дождь я как синоптик не обманывай вот случился этот сакральный момент крымский мост позади где-то там где-то вон там зеркале проехал и проехал едем дальше ваше здоровье за вас точно